всем привет из алании первое июня первый день лета первый день можно сказать открытие начала сезона как вы видите людей на пляжах у нас совсем немного если точнее то очень мало или практически нет сказывается конечно отсутствие туристов ну возможно то что вода море не совсем теплое видео с погода отдельно будет я вам расскажу какая температура воздуха моря сейчас и сейчас мелкие мелкие капли дождя иногда к вот кстати какая-то интересная погода людей очень мало не только здесь в районе оба но и на клеопатре конечно чуть чуть побольше но в общем там очень мало людей сегодня сложно сказать чем это связано в первую очередь конечно же это связано с тем что нет туристов сейчас в алании ну и немножко может связано с тем что температура воды в море все-таки не такая теплая как любят местные такого 1 июня конечно же в алании еще не было с пустыми пляжами первый раз такое некоторые кафешки выставили лежаки то есть подготовили сегодня к открытию сезона но даже вот в этих местах где стоят лежаки где подготовлены были сегодня пляжи для открытия все равно людей очень мало конечно как-то немножко это все печально с одной стороны радостно что море открылась а с другой стороны печально что все так и что нет туристов хотя уже же реальное лето первый день лето стоят два шезлонгой люди загорают почти как пословица и один в поле воин напоминаю что сегодняшнего дня открыты парки открытые пляжи открыто море конечно кто хотел искупаться те уже искупались сегодня и все выходцы из стран бывшего советского союза я думаю прежде всего сегодня уже искупались которых не пугает температура такая воды потому что допустим в черном море практически все лето такая температура как сегодня здесь у моря но для алании конечно это немножко непривычная температура ну не то что непривычно она такая такое море как бы и должно быть в июне просто от когда была аномальная жара море прогревалась до 25 а пару дней даже было 26 когда жара ушла море также увидите пустые улицы несмотря на то что там рынок сегодня в трех минутах ходьбы буквально и все равно везде все пусто где-нибудь обязательно подойдем к морю потому что я уже сам забыл когда подходил к морю как бы и социальную дистанцию не нужно ничего размещать не нужно ничего делать потому что людей как бы и так нету они все так на дистанции то есть между отдыхающими кто купается или загорает между ними очень большие расстояния то есть людей нет практически вы видите не практически даже их нет почти совсем можно сказать вот сюда мы с вами пришли и возможно здесь я сейчас подойду к морю апельсинку еще не вернули на место пока фонтанчик этот не работает еще крутишь и социальная дистанция на пляжах можно сказать два человека через 20-30 метров еще один человек и так далее то есть принципе конечно же пляжи реально пустые вот такое первое июня до немножко печально реально немножко печально я представляю сколько людей сейчас было в этот день было ровно год назад так заветная тропинка к морю не одевал сегодня тапочки поэтому не буду пока пробовать воду просто гляну что она не очень не очень теплая и даже у нас дождик по прогнозу немножко нарисован сейчас подойдем к морю очень красиво горы сегодня смотрятся отсюда река которая соединяет район оба и центра лани дальше вообще пусто я думаю что пусто аж на наверное туда до хотел сказать туда где центр где отеля но нет оно похоже вообще пусто дальше по берегу до самого до самой городской администрации на которой тоже на пляже буквально 5-7 человек сейчас и все то есть ну река тут интересно как достала течь такая от мили образовалась в виде камней то ли потому что дождей не было довольно долго в общем вот так вот она подходим к морю рыбак рыбалка тоже разрешена уже я так понял на пляжах никого сами вы все видите в ту сторону и вот в ту сторону 1 июня с летом всех несмотря на печаль всю той картины которые вам показывают все равно море друзья наслаждайтесь я наконец-то подошел к нему не боя возле него как минимум три месяца и вам так близко его тоже не показывал поэтому можно просто помолчать теперь а а а а а а Продолжение следует... Я отлично понимаю сейчас всех вас, кто через экран все это смотрит и грустит, друзья. Но поверьте, я тоже очень опечален этим, что я вижу. То есть, ну реально, вы сами понимаете, что такого никогда не было 1 июня в Алании. И все это, конечно, все это очень печально. И несмотря на то, что я стою сейчас возле моря, реально у меня чувства печальные. Они даже, наверное, они настолько зашкаливают, что... Что даже море меня пока как бы не радует, потому что... Потому что картина, которую я вижу, она печальная, действительно. И, скорее всего, наверное, целый месяц оно так будет. Целый месяц. Будем надеяться, что в июле будут уже люди, будут пляжи не пустые, как сегодня. Вот такая вот картина сегодня здесь. Поверьте мне, на Клеопатре людей не намного больше. Я, честно, я сам даже немножко удивился сегодня, потому что... Ну, я как-то ожидал большего, если честно. Может быть, это связано с тем, что многие работают местные сегодня. Может быть, еще с чем-то. Я не знаю. Я как-то ожидал, что больше людей выйдет сегодня на море, конечно же. Сейчас еще немножко пройдемся вдоль пляжа. Я вот смотрю, в какую сторону идти. В принципе, показывают, что там, что там. Людей я вам не покажу, потому что их просто нет. Практически единицы будут. В какую сторону идти, я даже, честно, если не знаю. Давайте насладимся пару минуток морем. Я знаю, что все вы скучали за ним. Вот оно. Оно нас ждет, ждет оно нас. Оно за нами уже соскучилось за весь этот карантин. Субтитры сделал DimaTorzok Море как будто поздороваться хочет. Оно хочет меня немножко подтопить. И хочет, чтобы я наконец искупался. Ну ладно, это будет, это будет в ближайшие дни, но не сегодня. Потому что сейчас вот действительно без солнца я стою, вы знаете. И даже слегка такой ветерочек, я бы его назвал прохладным. Сейчас вот моментально уже даже не 24, а меньше сейчас вот, когда нет солнца. Субтитры сделал DimaTorzok 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 И прошло буквально 5 минут, вышло солнце и капает дождь. Вот такая интересная погода. Я стою под козырьком киоска кукурузного. Вот такие были капельки довольно крупные, даже пару минут назад. Вот такая вот интересная погода. И дождь, и солнце. Пустые лежаки. Кстати, вот сколько проходил там, где люди есть, это все наши. Все русскоязычные, кто сейчас пытается загорать или купаться, в основном, это все наши. Ну, есть, конечно, и местные. Вот так вот выглядят все пустые лежачки. Довольно много их подготовили, но никого нет, к сожалению. Работает вот тут кафешка. Светит солнце и капает дождь. Интересно сейчас состояние у погоды. Мелкий дождь до сих пор еще вот капает. Солнце уже яркое и становится намного теплее, чем было, когда я возле моря стоял. Возле White Gold я сейчас. Тут вообще пусто. Никого на пляже. Работает фонтанчик, красиво. Пару человек там есть на пляже и все. Давайте еще здесь выйдем, к морю подойдем. Все, дождя уже вроде бы нету. Пару минут назад еще был. Солнце вышло. Там тоже дальше кафешки с лежаками, но в принципе нигде никого нету. Вот такое оно современное. Первое июня, блин. Классный пляж здесь у White Gold. А с пирса вообще, когда в пирса купаешься, в White Gold, такое впечатление, что ты в открытом море находишься. Реально очень классно здесь. Такая красивая водичка. Там дальше, где Кайло, Азия и туда дальше, дальше, дальше. В принципе, людей вообще практически нет. Ну, кое-где. Да, реально, не ожидал. Не ожидал. Я как-то думал, знаете, думал, реально выйдет вся Алания хотя бы сегодня. Все-таки 300 тысяч населения. Я до сих пор у меня в голове не укладывается, потому что по ночам на Клеопатре всегда я один гуляю. Даже когда туристы есть, практически единица людей в сезон. Люди местные появляются только когда праздник, когда мероприятия какие-то от муниципалитета, тогда люди как бы появляются. А так очень сложно поверить в то, что 300 тысяч населения Алании. Согласитесь, 300 тысяч – это очень большая цифра. А на солнце уже припекает, уже жарко мне. Чувствую я, что в ближайшие дни обязательно искупаюсь. Почему-то мне так кажется. Вот такое красивое море. Время уже больше трех часов. Надо сходить на рыночек, чтобы вам эти видео все сегодня показать. Потому что долго монтировать, долго все загружается. Ну, надеюсь, вам приятно было увидеть море. Еще раз всех с летом, люди. Поздравляю с летом. И желаю, чтобы мечты ваши осуществились. И вы обязательно попали в этом году в Турцию. Пусть не летом, пусть осенью. Чтобы обязательно вы покупались в этом замечательном море, кто хочет в этом году. Очень большая разница в температуре воздуха, когда не было солнца и когда вышло солнце. Даже не в 2 градуса, а больше. Ну вот, люди местные, кстати, пришли. Спокойненько зашли в воду и купаются. Ну, это я разбаловался. Я больше 10 лет, по полгода практически проводил в Севастополе. И, ну, вы знаете, кто в Крыму отдыхал, что вода там, в принципе, 24-25. Она далеко не всегда. Там средняя температура 23-22. То есть это нормально. Черноморская температура сейчас 22 воды. Просто вот, когда здесь живешь и привыкаешь к теплой. Раньше, честно, я не мог представить, как эта вода 30 градусов. Как такое, как я буду купаться в такой воде. А потом уже разбаловался до того, что когда вода уже была 26, она мне казалась холодной. Ну, в ближайшие дни не искупаемся, но хоть ножки помочим обязательно. Я в том году 4 июля сезон открыл. Ну, буквально вот как раз, да, с 4 июля начинается... Так, опять на меня капля капнула. Либо это с моря. Нет, не с моря, опять дождь начинается. Вот это погода. Солнце яркое и дождь. Четвертого где-то июля плюс 2, плюс 3 градуса будет. То есть днем будет до 30. И я думаю, тогда море быстро уже станет ближе к 25. Будет держаться температура воды в море. Тогда уже, конечно, можно будет купаться спокойно. Печально, печальная картина. Смотри туда, вдаль, везде, везде пусто. И реально печально это все наблюдать, конечно. Ну, что ж поделать. Еще раз поздравляю всех с летом. С началом лета. Пусть сбудутся все ваши мечты. Привет всем из Алании. Главное здоровья всем, позитива. Все будет хорошо.